Несмотря на наличие радиатора, Sony A95K обеспечивает чуть меньшую пиковую HDR-яркость, чем Samsung S95B. Правда, из-за того, что наши глаза воспринимают яркость в логарифмической прогрессии, фактическая разница в обычном просмотре оказалась не такой существенной, как разница в цифрах. Да, Samsung S95B по-прежнему наиболее впечатляюще отображает HDR среди OLED-телевизоров. Но Sony A95K занял очень близкое второе место. Поскольку в обоих телевизорах используется одна и та же QD-LED панель, то ее высокая цветовая яркость гарантирует, что яркие цвета остаются достаточно насыщенными, в отличие от WRGB-LED телевизоров, которые должны либо затемнять, либо обесцвечивать цвета при высокой яркости. Как и все телевизоры Samsung, S95B адаптируют свою тоновую кривую HDR10 в соответствии с Max MDL или максимальной яркостью дисплея мастеринга. В то время как и в большинстве телевизоров Sony, Bravia A95K при тоновом отображении выполняет анализ сцены в реальном времени. Хотя большинство HDR сцен, несмотря на разные принципы тонового отображения, будут выглядеть одинаково на обоих QD-OLED-ах, подход Samsung далек от идеала в таких фильмах, как «Довод», чьи 349 нит Max CLL были значительно ниже, чем его 4000-нитовый Max MDL-контейнер, в результате чего в ряде сцен Samsung выглядел темнее, чем Sony A95K. Хотя Sony и не использует радиатор на A95K для повышения пиковой HDR яркости, остаточное изображение исчезает быстрее, что позволяет японскому бренду отказаться от некоторых мер по защите экрана без ущерба для срока службы, способствуя более стабильному HDR-разображению, которому не мешает автозатемнение. Конечно, вы можете зайти в сервисное меню Samsung и отключить это основанное на APL автозатемнение. Но вы рискуете лишиться гарантии, если технический специалист потрудится проверить сервисный лог и обнаружит, что вы отключили встроенный защитный механизм, предназначенный для снижения риска выгорания. Обработка почти черного на QD-LED телевизорах в целом более стабильна, чем на WGB-LED телевизорах. При этом, благодаря отсутствию белых субпикселей, отсутствует и хроминенс овершут почти черного. Вместо этого QD-LED дисплеи, такие как Sony A95K и Samsung A95B, более склонны к артефактам недосвета. И между двумя сравниваемыми телевизорами, Samsung A95B показал большее размытие черного, чем Sony A95K. Вероятно, потому что Sony внедрили более сильный временный дизеринг чуть выше черного, чтобы смягчить эту проблему. В любом случае, размытие или дизеринг не раздражают так сильно, как артефакты почти черного, наблюдаемые на WGB-LED. В остальном же, яркость почти черного на Samsung A95B была темнее эталонной, в то время как на Sony A95K она была ярче, что потребовало значительной корректировки, чтобы приблизить ее к эталонной. Но это также усугубляет пастеризацию в определенных тонах, особенно в низкобитредовом контенте. Цвета были чуть более точными на Sony A95K, в большей степени в HDR, чем в SDR. Хотя большинство людей, вероятно, не узнают об этом, если не сравнят их с референсным монитором, где Sony значительно продвинулась вперед в автопереключении цветового пространства при просмотре HDR-фильмов. Более точная настройка DCI-P3 на Samsung приведет к некоторой пастеризации в HDR-контенте, мастеризированном в REC 2020, что потребует от пользователей ручного переключения на BT 2020 для более плавных градиентов, в то время как автоматическая настройка на Sony точно включает цветовое пространство, независимо от информационного кадра. Даже при отключении всех настроек движения, и Samsung A95B, и Sony A95K воспроизводили видеоролики с частотой 24 кадра в секунду точно без дрожания. Правда, из-за почти мгновенного времени отклика пикселей OLED, которое делает легкое заикание, присуще A24P-фильмам, более очевидным, некоторые могут выбрать интерполяцию движения для сглаживания этого заикания, и система Motion Flow от Sony в целом была менее подвержена пропуску кадров и другим артефактам интерполяции, чем система интерполяции кадров от Samsung. Более того, если вы решите активировать ставку черного кадра или BFI, то в 50-герцовом контенте алгоритм BFI от Samsung будет иметь видимый эффект мыльной оперы и артефакты интерполяции из-за непреодолимой интерполяции движения, которая, видимо, включается для маскировки дрожания при преобразовании частоты кадров, вызванного реализацией его 60-герцового BFI. Как и на всех телевизорах Samsung, на S905B при использовании видеосигнала стандартной четкости невозможно отключить оверскан, в результате чего контент стандартного разрешения выглядит немного увеличенным и более мягким, чем на Sony A95K, на котором оверскан можно отключить даже в SD-разрешении. Возможно, это часть той причины, по которой Samsung посчитали необходимым увеличить интенсивность алгоритма динамического усиления резкости, который, к сожалению, также распространился на Ultra HD контент, который на самом деле не нуждается в дополнительном улучшении резкости, о чем свидетельствует наличие большего муара на этом вот шаблоне со Spiris & Mansell UHD HDR Benchmark Disk. Несмотря на это, Sony A95K все равно выглядел немного четче, чем Samsung S95B, при масштабировании материала высокой четкости, будь то эфирное вещание или 1080p Blu-ray диск. Хотя, благодаря динамическому усилению резкости, оба телевизора будут выглядеть слегка перегруженными в сценах высокого разрешения с большим количеством мелких деталей. Samsung A95B лучше, чем Sony A95K подавляет неровности при просмотре чрезсрочного видео, поэтому при близком рассмотрении диагональных линий во время остановки кадра на Sony будет заметно большее сглаживание. Хотя я искренне сомневаюсь, что кто-то сможет это заметить при просмотре движущегося видео с нормального расстояния. Sony A95K лучше справляется с низкобитрейтовым контентом, чем Samsung S95B. В этом сильно сжатом эпизоде из «Игры престолов» градиенты на Sony изначально более плавные. Вы также можете использовать настройку плавной градации на A95K, чтобы еще больше уменьшить пастеризацию контента, в то время как Samsung не предлагает такого управления в своем пользовательском меню. Как выяснилось, Kido OLED-телевизоры обеспечивают лучшую однородность экрана, чем WRGB OLED-телевизоры. Но между нашими образцами, Sony A95K оказался немного лучше в плане однородности темного, что делает его самым однородным дисплеем, который мы выявили со времен плазмы. Для Next-Gen гейминга Samsung A95B является лучшим выбором, чем Sony A95K, чей чипсет Mediatek MT5895 подустарел. Samsung оснащен четырьмя полнопропускными разъемами HDMI 2.1, что позволяет подключить несколько устройств с поддержкой HDMI 2.1. Таких как PS5, Xbox Series X и High-End ПК с видеокартой NVIDIA 30-й серии. В то время как Sony A95K обеспечивают только два полнопропускных входа HDMI, один из которых является портом eARC, что затрудняет использование нескольких HDMI 2.1 устройств без необходимости подключать-отключать их или без покупки дополнительного HDMI 2.1 ресивера. Также с включенным игровым режимом на обоих QD OLED-ах, инпут-лаг ниже на Samsung, как при 60, так и при 120 кадрах в секунду. Кроме того, S95B может неофициально поддерживать 4К 144 Гц, что, разумеется, является низшимым вариантом использования для ПК Боярд, в то время как A95K поддерживает только 4К 120 Гц. Тем не менее, всегда включенное динамическое тоновое отображение Samsung в игровом режиме значительно увеличивает яркость HDR изображения, что приводит по сравнению с Sony A95K не только к более резкому уменьшению деталей ярких бликов, но и к большей пастеризации в некоторых HDR сценах, из-за того, что алгоритм динамического тонового отображения Samsung сдвигает рейкинг EOTF выше нижней границы. Кроме того, Sony A95K предлагает фильтр плавной градации, который можно использовать для сглаживания пастеризации в играх, тогда как Samsung S95B не имеет такого элемента в меню пользователя. Чем выше настройки плавной градации на A95K, тем больше мелких деталей будет потеряно, что приведет к чрезмерно отфильтрованному искусственному изображению, поэтому я не рекомендую превышать низкий уровень плавной градации на Sony A95K. S95B может воспроизвести полную цветность 4.4.4 при включенном режиме ПК, в то время как Sony A95K не может этого сделать даже в игровом или графическом режиме, что является еще одним игровым плюсом в пользу Samsung. В плане дизайна, OLED-панель на Samsung A95B была более хлипкой, в то время как на Sony A95K она более усиленная. Что возможно обусловлено наличием теплоотводящего слоя. Что касается динамиков, оба этих QD-лет телевизора звучали выше среднего. Но после сравнения, выключая поочередно каждый телевизор, мы решили, что качество звука на Sony A95K выше, поскольку он способен работать громче с более глубокими басами, лучшим тональным балансом и более широкой звуковой сценой. Что касается смарт-ТВ-платформы, нам показалось, что Tizen OS на Samsung A95B была чуть более медленной, чем интерфейс Google TV на Sony A95K. Более того, Sony довольно быстро позволяет получить доступ к настройкам изображения. Тогда как, если вы живете в стране, где Samsung A95B поставляется только за смарт-пультом, вам придется пройти через множество меню, встроенных в Tizen OS, прежде чем добраться до меню настроек изображения, что может побудить некоторых разочарованных владельцев купить традиционный пульт дистанционного управления, чтобы обойти Tizen при доступе к меню изображения. Подведем итоги. Samsung A95B и Sony A95K два лучших телевизора, которые вы можете купить в 2022 году. Оценив бок о бок эти QD OLED, используя объективные измерения и обычный контент, я собираюсь облегчить вам выбор между Samsung S95B и Sony A95K. Если вам важен Next-Gen Gaming, выбирайте Samsung, который отличается меньшим input-лагом, четырьмя портами HDMI 2.1, полной цветностью 4.4.4 и даже частотой 144 Гц. Для получения наилучшего соотношения цена-качество, берите Samsung, который значительно дешевле Sony в некоторых странах. Однако, для тех из вас, кто готов заплатить больше, Sony превосходит Samsung по нескольким аспектам качества изображения. А именно, более чистая обработка низкобитретового контента, система интерполяции движения, которая менее склонна к артефактам, более точные цвета, особенно в HDR, поддержка Dolby Vision, а также отсутствие из коробки, основанного на APL автозатемнение. Прежде чем вы решите приобрести Samsung A95B или Sony A95K, возможно, вы захотите узнать, является ли для вас QD-OLED подходящей технологией отображения. Я сделал параллельное сравнение QD-OLED и WRGB-OLED, так что посмотрите видео, нажав здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok